Это центральный подъезд дома. Здесь есть выход на чердак, окно и лестница. Вот только сейчас подъездом это трудно назвать. Скорее какой-то захламленный склад, где посередине стоит унитаз. Это туалет на несколько семей, у которых нет возможности провести канализацию в квартиры. Ведь она не была предусмотрена здесь изначально. В доме по адресу Пушкинская, 38, туалет всегда был общественный и находился на улице. А несколько лет назад на его месте решили построить офисное здание. Подрядчик, как честный человек, предложил жильцам установить им канализацию со всеми вытекающими за свой счет на том месте, где они покажут. На втором этаже это было сделать проблематично из-за отсутствия общих стояков. А так как решать надо было быстро, жильцы указали чуть ли не на первые попавшиеся уголки. Поэтому санузлы и стали размещать в подъезде. С улицы мы попадаем в место общего пользования, грубо говоря, подъезд. И здесь видим шторочку. Мы ее открываем и попадаем уже в туалет. То есть один заходит, а второй может сидеть в это время и за шторочкой. У нас здесь тоже установлен незаконный унитаз, потому что надо где-то, грубо говоря, использовать свою нужду. Это уборная семьи Елены Волковой. Она многодетная мать. Самому младшему ребенку еще нет двух лет. Казалось бы, женщина живет в трехкомнатной квартире в центре Владивостока на исторической Пушкинской улице. Но это только звучит красиво. На деле на шестерых человек 27 квадратных метров, причем безо всяких удобств. Ни нормального санузла, ни душа, ни горячей воды, ни отопления. Для детей Елена нагревает воду и моет их в большом тазу. А сами с мужем ездят мыться к знакомым и родственникам. Куда мне поставить здесь унитаз? То ли здесь, а там подо мной жилые комнаты, то ли туда, там тоже жилые комнаты, то ли туда. Я не знаю. Нету, то есть вы сами видите, что нету ни туалета, ни кухни, ничего. Необычное расположение санузлов – не единственная проблема жильцов. Началась запутанная история с домом по адресу Пушкинская, 38, примерно 10 лет назад. Тогда хозяйка одной из квартир на первом этаже решила прибрать центральный подъезд в свои руки. Она разобрала лестницу, ведущую на второй этаж, а вход в дом закрыла на ключ. Собственно, поэтому и появилось место на втором этаже подъезда, где поставили унитаз. Сегодня, кстати, пройти через центральную дверь невозможно. Если у нас есть подъезд, почему он превращен непонятно во что? Сегодня на первом этаже в каждую квартиру вход с улицы, а на второй ведут две лестницы. Изначально они считались вспомогательными, были построены для удобства жильцов, чтобы те с дровами и помоями не ходили через центральный вход. Сейчас эти лестницы стали основными, вот только не предусмотренные они для постоянного пользования, слишком опасные. Лестница очень крутая, и если подняться по ней, в принципе, еще возможно, то главная проблема начинается при спуске. Во-первых, леера. Недостаточно просто протянуть руку и схватиться за них, нужно согнуться. И только после этого, аккуратненько, бочком, мы начинаем спускаться. Желательно при этом держаться второй рукой и помнить, что на пути сгнив шесть лупей. После осмотра всего дома, наша съемочная группа все-таки захотела попасть в центральный вход подъезда. Интересно, что ключ от общей двери есть только у женщины, которая заварила кашу с разбором лестницы, и почему-то у мужчины из соседнего дома. Чтобы упросить его открыть нам дверь, пришлось сказать, что мы пришли проверять отопление. Когда он узнал, что дело на самом деле в лестнице, постарался убежать от камеры. На вопрос, почему ключ находится у него, ответил, потому что никому нельзя доверять, а он очень ответственный. Это и есть та парадная лестница, по которой, по идее, нужно подниматься на второй этаж. Но поднявшись по ней сегодня, мы упираемся в бетонные плиты, а над нами как раз тот туалет, про который мы говорили. Несмотря на то, что дом в буквальном смысле слова трещит по швам, не все его жильцы хотят, чтобы это здание признали аварийным. Причина тому – самовольный захват территории, из-за чего все друг с другом судятся уже не первый год. Причем Елену все прозвали скандально, и никто ее не слушает, хотя женщина нашла, как ей кажется, выход из ситуации. Она нарисовала план дома и продумала небольшую перепланировку. И если учесть ее идеи, с унитазами в подъезде можно было покончить. Чтобы вернули, получается, центральный подъезд, а в этих вот куточках, где сейчас мы входили, чтобы сделали санузлы. Санузлы, да. И можно будет поставить здесь, например, ванну, а вместо выхода, где сейчас мы выходили в туалет, просто поставить унитаз. Сегодня проблемы этого дома остаются нерешенными. Исторический объект, которому более ста лет, по факту превратился в Потемкинскую деревню. Вокруг арбитражный суд, офисное здание, элитная школа и американское консульство. А посередине цивилизации – жилой дом с вековой историей, но с современными проблемами. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.